The following contest is scheduled for one ball. Introducing verse from Cape Town South Alphabet, weighing 215 pounds, Justin Gabriel! Мы снова на NXT, на ваших экранах Justin Gabriel. У него сегодня матч не абы с кем, а с новичком NXT, но далеко не новичком, а в мировом рестлинге. Хидео и Тами. А Хидео мы немного потом. Южно-африканский хай-флайер Justin Gabriel на наших экранах. Всегда приятно его видеть, потому что его рестлинг по-настоящему завораживает король воздуха. Вы только обратите внимание на реакцию английских комментаторов, на реакцию зрителей, которые пришли сегодня посмотреть на потрясающий, как всегда, рестлинг на NXT. Хидео и Тами, он узнаваем, его ждали на этом проекте. И сегодня, я думаю, он даст бой Justin Gabriel, который немного, знаете, затвердел, зачерствел, сидя на NXT, пока не получается у него втиснуться в эту борьбу за чемпионский пояс. Хотя было время, когда он пытался и в командных боях участвовать, и еще в каких-то интересных вещах участие принимать. Но пока только так. Токи Вакита называется музыкальная тема Хидео Итами, что в переводе с японского значит «Время пришло». Хидео, между прочим, изобретатель приема Go to Sleep, которым пользовался CM Punk на протяжении большей части своей карьеры. Хидео Итами настоящая легенда японского рестлера и рестлинга. И, как сказал Уильям Ригл, возможно, это самое большое подписание в истории WWE. Возможно и так, но я думаю, мы увидим это позже. Окупится ли, окупится ли контракт, что будет представлять из себя Хидео Итами на NXT? Так, начинается матч, это, безусловно, волнительно, как для зрителей, так и для бойцов Всемирной Федерации Рестлинга, которые будут показывать, пытаться показать себя во всей красе Хидео Итами, которому нужно будет по-новой, я думаю, все-таки, несмотря на то, что его узнали и ждали, нужно будет с самого начала зарабатывать авторитет, рейтинг какой-то, еще что-то. А Джастину Гэбриэлу нужно приходить в себя, просыпаться в конце-то концов, сколько можно сидеть под кем-то, нужно выходить на самые ведущие роли, бороться за титулы. Я думаю, соперник для Хидео для дебюта великолепно подобран. Джастин Гэбриэл все-таки бывший командный чемпион WWE. И по стилю тоже схож с Хидео Итами, и матч уже живо начался. Хидео отлично дропкик провел своему сопернику, потом контратаковал Джастин Гэбриэл, и сейчас великолепный бросок. Попытка закончить этот матч раньше времени от Джастина Гэбриэла не стал он долго ждать для того, чтобы привести этот простой технический точки зрения прием. И как только у него это не вышло, он решает перейти к болевому приему, но Хидео Итами не так прост. Несмотря на то, что он легок и быстр, в нем достаточно много сил, мышечной массы, которые он может умело воспользоваться. И сейчас он не без труда, конечно, но тем не менее выходит. Уже второй раз подряд в одной атаке выходит он из болевых приемов, наносит множество ударов, колких. Хидео Итами использует ударный стиль боя. Это будете вы постоянно видеть, эти хлесткие удары ногами, лоу-кики, хай-кики, удары локтем во все подряд места. Это его стиль, это часть японской школы, это кикбоксинг и все подобное. Посмотрите сейчас на эти сумасшедшие просто удары по лицу, разгон, Хидео невозможно поймать. Да, друзья, Брайан Дэниелсон и Фил Брукс были бы сейчас счастливы. А может быть они смотрят этот матч вместе с нами? Удар ногой сумасшедший! Что происходит с Джастином Гэбриэлом? Его прикрутило в воздухе, Хидео Итами готов к спринборду! С третьего каната он атакует своего соперника Джастин Гэбриэл. Кубарем покатился назад, врезался в тернбакл. Здесь еще добавка от азиатского новичка. И еще одна атака, можно назвать это дропкиком, довольно низко было, но тем не менее. И пошел, посмотрите. На вершину угла ринга собирается Хидео Итами, и что он будет делать здесь? Очевидно, прыгать вниз. Сумасшедший стомп! Конечно же, те, кто видели матч и Хидео, уже видели этот прием, но до сих пор завораживает. Победитель этого матча Хидео Итами. Поздравляем его с этим достижением. Поздравляем с отличным, блестящим, я бы даже сказал, дебютом. Кто ли еще будет? Восхождение! Без них не могло обойтись. Они уже повздорили на NXT поглощении с Хидео Итами. Он встал у них на пути к Уильяму Ригалу. Он тогда их, что называется, разделал на части. Сейчас у него есть второй шанс это сделать. Вдвоем они нападают на одного беззащитного, уставшего после своего дебютного матча парня. А где же Джастин Гэбриэл? Он должен... Должен как-то помочь своему коллеге. Нет, он не поможет. Сейчас скандируют луча, луча фанаты, чтобы пришли сюда Синкара и Калисто. Луча драконы, но черта с два. У нас сейчас, видимо, будет падший человек в исполнении восхождения. Так все и происходит, как сказал Артур Меликович. Возможно, он, дорогие друзья, умеет предсказывать будущее. Ну, а наши мексиканские друзья, очевидно, отвлеклись на какие-то более серьезные дела. Возможно, пошли покупать себе очередную порцию буррито. И, конечно же, новые сомбреро. Но, действительно, не до шуток. Восхождение нацелено на Хидео.